Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ. Буквально недавно, в пятницу, в прошедшую Казань, открылся исторический парк «Россия – моя история». И на этом, на третий парк, епиский Тихон сказал, что во многом потомки, предки нынешних татарстанцев, они повлияли на то, что Россия стала наследницей империи Чингизии. И в связи с этим вопросом возникает, какие особенности и традиции построения государства и так далее, все это заимствовала нынешняя Россия от той империи, от того государства? Ну да, наследница не только Татарстан, но и Россия, наследница Золотой Орды. Но возникает естественный вопрос, откуда есть пошла русская земля. Если взять Киев, то сегодня даже неловко говорить, что Россия возникла из Киева, из Киевской Руси. Не только исторически это не так, но и политически уже никто сегодня не решится говорить, что там. Но тогда какая Русь? Потому что Русь, она была в Великом Литовском княжестве, именно там, в любом случае, и Киев там тогда в Литовское княжество входило. Вот если брать Новгород, то это город очень маленький был, и Гонзейский, ну это торговый город. Понятно, что там, ну, было 14 тысяч населения. Он торговал, он независимая республика. У него никаких имперских начал не было. А откуда же Россия, как империя, могла возникнуть? Это же нужны структуры, нужен бюджет, нужна армия, нужны соответствующие культуры, военные культуры, там, государственные культуры. Это была Золотая Орда, поскольку Орда относилась к русским лояльно, но к православию она даже освободила от налогов. Вот, русские относились к Орде очень лояльно, считая, что хана называли царем, своим царем. А Бату Хана, они вообще, Саин, говорили, справедливый. Вот, он помогал эти разрешать междоусобные войны. Ну, иногда жестко, конечно, силой меча, да, но иногда уговорами. Поэтому воспринималась нормальная Орда. Это была тоже вертикаль власти, то есть князей назначали. Второе, это была дань налог, это 10%, очень даже щадящий налог. Там были поборы, это уже от князей шло. Вот, восстания русских были как раз против коррупционеров князей. Вот, и третье, военно обязаны были русские. Вот, все, вот, вся эта вертикаль власти, она состояла из трех позиций. Поэтому, конечно, там сложилась вся эта культура, дух имперский. Потому что у русских такого духа не было изначально. А вот татары привнесли. И, по сути дела, Москва полутатарская была. Это, конечно, при Менгути Мури возникла. Данилу он отдал это в территорию. Так что это истоки непонятны. Политически сегодня это трудно признать. Историки это понимают. Мы с историками, кстати говоря, очень легко общий язык находим. Потому что у нас критерии, последние критерии – это документы. Давайте посмотрим на документы, и становится ясно. Но политики у них свои есть. И свои истории есть. Наследие от Екатерины. Ну, Петра еще раньше, но Екатерина занималась. И немцы занимались историей России. Занимались затем. И Сталин очень понимал хорошо. В 1944 году постановление против изучения Золотой Орды – это же не случайно. Еще Берлин не взяли. Там на Западном фронте бои шли. И вдруг постановление о том, что нельзя изучать Золотую Орду. Между прочим, Сталин не глупый был в этой части. Ну, зловредный, да. Ну, прямо скажем, он понимал значение истории. Так что здесь вот по сравнению с учебником, где мы внесли свой вклад, там, ну, полной удовлетворенности нету, но тем не менее. Многое мы смогли внести. Прислушались ученые во главе с Чубарьяном. Вот. Многое мы смягчили. Ну, что-то осталось там, типа Куликовской битвы, потому что даже не могут найти поле, где прошла эта битва, да, там, Тульской области. Там точно не было битвы. Вот что можно точно сказать? В Тульской области битвы не было. Вот. Там в других местах, значит, ищут, находят следы вообще какой-то битвы, а там нету ни стрел, ни ничего, ничего не осталось на земле. Вот. Такие проблемы, они остались, вот здесь уже многое тоже решили, вот на этой выставке, потому что сам владыка Тихон, он очень, очень такой гибкий. Он слушает, ученых слушает, там нету никакого такого диктата. Главное ему, что доказать, что вот так это было. И, конечно, он многие вещи сам прямо говорит, что Александр Невский такого не говорил там, а вот он говорил вещи, которые вполне показывают не столько вражду русских и татар, сколько союз взаимопонимания. И мы вот семь томов написали, и мы видим, нигде антагонистического, этнического или религиозного противостояния не было. За исключением периода после Петра до Екатерины II, период христианизации. Вот там был, да, противостояние реальное, но после Екатерины она сняла это указом. Так что это вот новый для нас этап, когда мы постепенно доносим свое понимание истории татар. И, конечно, приятно, что вот сам владыка Тихона опирается на Гумилева в этой части. Ну, у нас задачи еще большие стоят. Вот у нас на турецком языке вышел атлас тартарика, на английском вышла с Оксфордским университетом. Мы так тихо-тихо как бы доносим правду об истории татар. Она сложная, противоречивая, это средневековье, там все враждовали, но, тем не менее, умели находить общий язык. Понимаем, что нельзя полностью переносить наше представление сегодняшнего дня на прошлое, тем не менее, какие-то истоки все равно находятся там. И всегда было интересно, вот в Золотой Орде, в том древнем государстве, который включал в себя разные территории, разные народы, какой был, если можно так говорить национальный, а языковая политика? Какой язык был основным государством, какие-то языки морозопитания существовали еще между собой? Ну, во-первых, была яссо Чингисхана, по которой все религии были равны, все народы признавались равными, а священнослужители освобождались от налогов. То есть, ну, огромная империя, ну, как вот ей управлять, да, там, из одного центра? Это даже сегодня это немыслимо. Это фантазии некоторых шовинистов, которые считают, что из Москвы можно все видеть и все управлять. Я, зная по себе, в Татарстане, я был советником, управляемость в Татарстане начала возникать после того, как мост построили через Камму. А до этого на полгода иногда были просто не доехать, не добраться. Это было до некоторых районов. Поэтому, а эти фантазии, нет, они невозможны. Потому что можно Дальним Востоком руководить из Москвы, когда те проснулись, а здесь еще спят. Там просто это не мысли, физически невозможно. Вот. А тогда считалось, что законы идут сверху от неба, от божества, твоего божества. И важно было, чтобы ты верил в свое божество и в свои законы. Вот откуда законопослушность. То есть, карал не Чингисхан, он этим вообще не занимался. И ханы этим не занимались, карательными делами. Карал сам Бог, твой Бог. Вот идеология какая была. Поэтому все народы свою культуру сохраняли. Плюс к законам и обычаям, которые были у народов, были соответствующие ярлыки, тамга, указы. Указы, ханские указы. Они, как правило, касались назначения князей и налоговой системы для торговцев. Там, он, это налог для торговли, он был довольно гибкий, скажем. Если завозили ценности какие-то, например, украшения или золото, он не облагался налогом, чтобы финансовая система была крепкая. Если вывозили кожу, то налог доходил до 40%, поскольку считалось, что кожа нужна для армии, для седла делали, амуницию и так далее. И сама броня-то, она была на основе кожи, защита такая. Поэтому, конечно, вопрос был, как собирать дань, налог. Ну, во-первых, перепись была оседлого населения. На основе этой переписи и взимался налог 10%. Вначале, после нашествия Бату, с русских брали с дыма, то есть с одного дома хозяйства, с тем, чтобы разрушенные хозяйства восстановить. Потому что некоторые города действительно были разрушены. Нашествие не бывает таким легким. Но быстро восстанавливались. А с кочевого населения брали по родам, по кланам. То есть четыре было клана, которые были основные, и они составляют такое правительство. И они поставляли этот налог. Потому что с кочевника как возьмешь, иначе, другого способа не было. Ну, конечно, эта клановая система, она прижилась в России. И я даже могу сказать, что сегодня многие политические вещи легче объяснить не через европейскую политологию, а через клановые. Потому что огромная территория, как ей управлять? Проще всего через кланы. Или федерализм. Или клановая система, или федерализм. Там третьего не дано. Поэтому надо выбирать. Поскольку федерализм не очень нравится в Москве, то они выбрали кланы. Но полагали тоже, ну, это я уже знаю сам по старой работе, что как бы предполагалось, там тоже всего четыре клана. Но там получилось больше десяти. И кто собственность успел там похватать, те и определяет и поступление в бюджет, там понятно, Газпром, Роснефть, вот такие, да, там, и больше с сырьем связанные. Это наследие есть. Поэтому, чтобы от золотардынского наследия избавиться, надо перейти к федерализму. Если мы говорим о языке, то он тоже несет в себе очень много такого сакрального и сохранения традиций, в том числе. По-вашему мнению, что является самым источником сохранения этих традиций? То есть семья или какой-то государственной, может быть, инициативой? Что касается Золотой Орды, там татарский язык был языком, как это, межнациональное общение сегодня, так называется, линго франка. Ну, это все государственные бумаги писались на татарском языке. Монгольского не было. Там, хотя это историки пишут, что монголы писали на монгольском, но нет документов. Ни одного не сохранилось документа, где бы было на монгольском. Это просто путаница, когда говорят, что монголы путаются с сегодняшними монголами, халхомонголами, но они появились позже. Это была династия. Династия черных татар называлась монголами. Вот. Поэтому татарский язык был как государственный. Но тогда понятие государственное – это не нынешнее государственное. Другие представления сегодня. Да. Нынешнее понятие государственного языка возникает после Великой Французской революции. Но никак не раньше. Там были как бы язык чиновников, язык торговцев, международный язык. Он был татарский, но такой, с многой терминологией персидской, арабской. Был простой. Кодекс Куманикус, можно вот посмотреть его. Он понятен современным татарам, да. Один к одному. Там даже перевод не нужен никакой. И объяснения не нужны. То есть он вот был татарский как язык общения. Но он в основном нужен был торговцам. Торговцам. Но и язык государственный не сильно отличался. Там вот мы читаем эти документы, они понятны. Ну а там, где русские жили, там русский язык был. Но эти князья все владели татарским языком. Ну я так думаю, что чиновники в Орде, ну в Сарае, они тоже владели русским. Потому что многие документы переводились одновременно на русский язык. Эти указы переводились на арабский язык. Ну это если касалось, или персидский. Он такой же был популярный в то время, когда шло общение с другими странами. Ну и латинский тоже был в ходу. То есть посольские документы, они и на латинице тоже дублировались. По вашему что самое важное является дело сохранения языка? Это просто ежедневное общение, либо какое-то опять-таки, остаёмся, что какая-то государственная поддержка должна быть в этом плане? Ну если речь идёт о государственном языке, то там понятно, государство. И там нечего обсуждать. Родной он, неродной, это государственный язык. То есть ты признаёшь, если республику как государство, в соответствии с статьей 5 Конституции Российской Федерации, то значит государственный язык, и это государство за него отвечает. Он определяет, как учить. Ну это вообще-то определенные привилегии, потому что обучать-то бесплатно. Ну другой вопрос, качество обучения, это уже вторичный. А так, если это другие языки, это уж кто как в семье, или воскресной школы, или частной школы. Это может быть по-разному. Но государство может создавать и... Не везде же пишется, какой государственный язык. Скажем, в Штатах там не написано, что английский есть государственный. Поэтому есть школы там, скажем, испано-английские, вьетнамские, на иранском, на персидском языке, фарси. Вот. Очень много таких школ. Ну там есть и такое некое... Ну по разным Штатам по-разному. Некоторые неудовольствия высказываются, что слишком много появилось школ вот таких и на японском, и на китайском языке. Ну они существуют, и причем это могут быть и государственными. То есть Штат поддерживает их. Но могут быть и частные. Это как угодно уже. Как сделать так, чтобы язык был действующим, привлекательным? Не мало того, что он был языком государства, языком документов и так далее, а чтобы он был привлекательным всем жителям конкретного государства, конкретной студии. Ну, во-первых, детям всегда интересен любой другой язык. Потому что для них это понятие, что вот если учат еще один язык, значит его основной как-то ухудшается. Это все... это фантазии взрослых. Это доказано, что билингизм это... Это чисто. Я по своей дочери знаю, она на трех языках с трех лет говорила. Спокойно. Вот. И не путала узбекский, татарский, русский. Она прекрасно... И ей еще хотела еще язык, еще язык. Вот. Что касается взрослых, то здесь заморочек много. Ну, вопрос ведь не в том, что взрослых никто не пытается насильно учить там языку. Потому что, ну, на слава богу, ситуация такая, что в Татарстане все знают русский язык. Поэтому для общения нет проблем. Для привлекательности есть несколько как бы факторов. Например, государственные, если государственные учреждения, для карьеры, конечно, знание второго языка, ну, татарского, допустим, наряду с русским. Это позитивно. Я знаю точно, потому что хочешь, не хочешь, как бы ни было, татарский язык в государственных учреждениях в ходу. И я по своей работе советником знаю, что примерно 50 на 50. Вот. Мы потом бумаги пишем на русском языке, обсуждаем на татарском. Это очень часто. Часто получается неловкость какая. Большинство, скажем, татары, один русский появился, мы говорим на татарском. И для русского это уже некое неудобство. Он хотя бы должен понимать канву, о чем идет речь. Потому что иногда просто никто не задумывается, что надо переводить. У нас в институте два языка равных, любой может выступать на каком, когда на татарском обычно русским кто-то подсаживается и переводит. Но многие русские уже и так знают общие фразы, контекст они знают, поэтому проблем не возникает здесь, кстати говоря, в этой части. Есть чисто экономическая сторона. Для меня это очень важный фактор, который многие недопонимают. То есть Татарстан, он сегодня экспортирует более 50% товара. Причем там доля высокотехнологичного продукта, не просто нефти, она постоянно растет, эта доля. Куда продавать? В Европе никто нас не ждет. Ну, нефть могут еще купить, да? Но так никто не ждет. А что, вертолеты продашь или Камазы туда продашь? Что ты туда? Ну, каучук идет. А все остальное не идет. В Китае? Китай сам продает сюда в большом количестве. Те же Камазы быстро сделали и сюда же Камазы завозят. Вот с китайским этим, да, названием. Значит, это осталось Азия. Азия и Ближний Восток? Ближний Восток покупают, я вам скажу, Камазы военные для армии, чуть-чуть вертолеты. Все. Все остальное оттуда. Ближний Восток, это, по-моему, немножечко мы фантазируем, что... Я знаю, он Акулов занимался все эти годы. Что он там продал? Небольшую партию Камазов, небольшую партию вертолетов. Все. Больше ничего. А в Среднюю Азию идет наша продукция. Они воспринимают ее как качественная. Она им понятна. Им легко это ремонтировать, потому что есть базы остались там. Например, Камазы или те же вертолеты. Или даже обычную мебель покупают, холодильники покупают. То есть, эта продукция востребована. А там сегодня они очень быстро переходят на свои национальные языки. Узбекский, азербайджанский. Ну, туркмены уже давно перешли. Ну, туркменами продавать там, ну, тоже можно продавать. Вот. А это остались в Баку по-русски еще говорят. В Ташкенте говорят. Ну, Киргизстан по-русски говорит, Казахстан по-русски говорит. Но Киргизстан продать нечем, потому что им платить нечем. Казахстан, да, это рынок. Но даже в Казахстане, где говорят по-русски, не мешает знать казахский. То есть, татарский знаешь, казахский понятен. Киргизский он почти один в один. Ульгурский... Узбекский, узбекский, узбекский похоже, особенно в Хорезмске один в один. Ульгурский один в один. И даже с Азербайджаном два-три слова по-тюркски скажешь, уже другое отношение. Ты знаешь эту культуру. У тебя легче идет бизнес. При всем при том. Поэтому я думаю, что вот с этой точки зрения это перспективно. Я даже как-то в прессе говорил, но меня-то не больно слушают, что преподавать надо татарский язык, одновременно дать синонимы в других языках. В казахском, узбекском, да, там, турецком, азербайджанском. По сути дела, можно вот агузский диалект и кипчакский. Если там чуть-чуть дашь, он сразу понятен становится. Там вопросы скорее произношения там. Граматика все-таки основа там... Одна, все одно. Это вопрос, ну, небольшой практики. Или просто привыкаешь там 10 минут, да, там и киргизский уже понятен. Ну, казахский тоже самое. Узбекский, ну, мне узбекский легче, у меня жена узбечка, поэтому... Ну, в узбекском там что появились фарсизмы. Вот, так-то он тот же язык, татарский, как татарский, но там фарсизмы есть. Если ты их чуть-чуть знаешь, то это уже несложно. Поэтому есть такое. Ну, и, конечно, основное, это внутренняя политическая ситуация. Это основной фактор. Независимо от того, полезен язык, не полезен. Это в 90-м году мы пришли к согласию на основе признания равенства двух государственных языков. Это база в политике. Благодаря этому стабильность появилась. На этой базе появилась экономическая политика. И мы спокойно смотрим в будущее, потому что знаем, вот это равновесие, которое оно возникло, согласие, оно нерушимо благодаря вот этим принципам. Ну, два принципа в декларации заложили. Заложили равные языки государственные и договорные отношения с Москвой. Плюс там вот, видите, там мечеть, значит, собор. Вот они стоят как символы. Да. И вот это все вошло в культуру. И это очень важный фактор. Это мы сегодня, многие не понимают, просто они не помнят 90-е годы. А 90-е годы были очень тяжелыми. И там все говорили, эксперты, зарубежные, сказали, без конфликта не обойтись. Что это как в Боснии, как в Чечне, будет в Татарстане. Но мы этого избежали благодаря этим принципам. Но сегодня кто-то недорожит, потому что просто недопонимает политику. Это надо объяснять. А может, поколение меняется, люди, может быть, уже не совсем, не помнят, может, того времени, да? Вот это поколение, это не столько молодое поколение этот вопрос поднимает, сколько старшее поколение. Ну, есть, конечно, те, кто политизирует этот вопрос специально. Ясное дело, что, ну, Татарстан слишком выделяется, есть свое мнение, да, там, своя экономическая политика оказалась более успешной, чем российская. Это сто процентов. Российская, она тупиковая. И сегодня она тупиковая. Это продавать основы только на нефти и газе, которые, конъюнктура всегда колеблется, и на которые могут повлиять и американцы, и саудовцы. А нельзя же на это опираться, в то время, как у тебя десятки прекрасных университетов. Сколько мозгов, которые все уезжают туда, мы их готовим и отправляем в Европу, которую потом клянем. И опираться только на сырье, это же неразумная политика. Понятно, что это вызывает вот такую ревность и так далее. И такие замашки унитарные. Все должны быть равны в бедности. Это всегда было в ментальности. Равны должны быть в богатстве. И какие-то регионы выделяются, это неизбежно. Это хочешь, не хочешь, это так. А донор, он всегда, конечно, он заинтересован в том, чтобы была справедливая налоговая система. Ну как, 75% забрали, потом еще вдруг откуда-то, еще процент на прибыль причем. С прибыли, как это так? Мы же это заработали. Это не просто так, это не просто нефть, которая дана, допустим, природой посчастливилась или наоборот, не посчастливилась, что есть нефть. Но когда с прибыли, это же продукция, она интеллектуальная, сложная, высокотехнологичная, и ты забираешь. Это наш ресурс. А Каталония откуда возникла? Там одна причина – налоговая система. Там не вопрос языка, он же решенный вопрос у них. Свой язык у них официальный. В Шотландии то же самое. Тоже они, весь вопрос обсуждений между Лондоном и Эдинбургом, а я участвовал в этих конференциях, как делим налог? Все. Понятно, что у Испании дыры в бюджете. Но он закрывается за счет Каталонии? Но так не делает. Ты сделай справедливый какой-то. Вот было в 90-е годы, приняли бюджетный кодекс 50 на 50, но этот кодекс не работает, и каждый год объявляют мораторий на него. Давайте 50 на 50. А на 75 и еще там сколько-то, некоторые говорят, например, на таможне сразу забирают налог. Это не учитывается, как наши платежи. У нас же больше 50% – это внешняя экономика. Значит, это не 73%, а больше процентов. Ну, сколько можно забирать? Ну, оставьте хоть чего-то. Вот же вопрос в чем. Оно упирается в это. А тут начинают изображать. Вот язык, вот врага надо найти. Зачем? У нас эта политика оправдалась. Да, не оправдалась в части качества языка. Да, это все татары с этим согласны, не только русские. Так надо постепенно улучшать это учебники, обучение. Не надо эти суффиксы и префиксы. Зачем это? Мне в жизни она ни разу не пригодилась. Я не знаю эти татарские суффиксы и префиксы. Я говорю, я могу писать, я читаю. Я все. Я полноценный татарин, да? Это без суффиксов и префиксов. И так и сделайте так, чтобы любой мог иностранец учить, любой мог русский. В конце концов, те же татары могли учить свой родной язык. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ.